Всем привет! Меня зовут Хованский Велен. Это видео я делаю для своих учеников, где объясню, как определить и компенсировать задержку при записи в Reaper, если такая вообще имеется. Для этого нам нужно создать две дорожки, одну из которых мы сразу подготовим для записи. На вторую мы поставим клик. Дорожку с кликом можно сделать сразу максимально громкую, чтобы в дальнейшем, когда мы пустим эту дорожку через наушники. Она хорошо пробивалась. Нам понадобится подключить гитару к звуковой карте, также нам понадобятся наушники, которые мы положим на датчик гитары. Для чего это нужно? Фактически компьютер сам сыграет на гитаре, тем самым мы исключаем человеческий фактор. Колонки должны быть отключены, чтобы мы не оглохли, и выход на карте мы желательно делаем погромче. Дальше мы производим обычную запись на той дорожке, которую мы, собственно, к ней подготовили. Готово! Теперь эту получившуюся дорожку мы нормализуем и сравниваем, насколько отличается положение метронома и записанной дорожки. Дальше мы вот здесь вот в левом правом углу переводим отображение с секунд на сэмплы, потом как можно точнее отмеряем вот эту погрешность, то есть от начала метронома до начала сигнала гитары и получаем вот в моем случае 506 сэмплов. Это что-то в районе 10 миллисекунд, то есть тут у меня лично такая погрешность без компенсации. Какая будет у вас, не знаю. В общем, вот эту цифру мы запоминаем. Идем в настройки, аудио, рекординг и вот здесь вот на вход мы делаем эту компенсацию, вставляем в графе где сэмплы 506. Получившуюся дорожку удаляем и процедуру повторяем, то есть проверяем, что получается. Нормализуем. Нормализация делается комбинацией Shift-N. Смотрим, теперь наша запись совпадает. Вот таким образом это все делается.